У нас вот очередная кормёжка вот этого крокодила, который заколебал топливо потреблять в Волгограде. Волгограде, смотрите, он вроде на мазь или прочее. Чё-то трогаводит, ёлки-шпалки. В 60 лет он заколебал. Только когда плывёшь по те течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Свинья собираются в длинные цепочки, линия жизни становится точкой срочки. О, где-то, короче, между Волгоградом и чем-то там ещё. По-моему, Саратов. Да. Вот уже снежок лежит, уже совсем не юга. А я всё, вот, музычку слушаю, пытаюсь поднять своё ушлёпанное, блядь, со вчерашнего вечера настроение. Ну, ладно, не будем об этом. А чё, у кого как дела? Может, поболтаем? Почему нет? Пиши. Ну да, вот это пожелание вообще самое актуальное, пожалуй, потому что вот то, почему сейчас я еду, это, блин, дорогой сложно назвать. Хорошая дорога была, когда я ехал по М4, по Платке. Кстати, интересный факт, там Платку продлили. Теперь она дальше Ростова даже идёт. Поставили ещё один пост, и проезд, естественно, подорожал. Ну, в том плане, что 4-й пост появился, раньше было 3. И дополнительных ещё 900 рублей с меня взяли за проезд. Вот такие дела. Как бы сейчас сказал, одна моя знакомая, где-то между Затрижопинском и Мухосранском. Короче, у меня 200 километров до Саратова. Вот так вот. Блин, конечно, камера всех красот не передаёт. А вот там вот, там вот, там вот, там маленькая речка Волга. Речушка, я бы сказал. Расстояние, понятие, относительное. Пусть, скорее, надо его просто задавать, почему у нас такая страна большая. Вот. А так, как бы, недалеко. Просто машина стояла в Сочи, нужно было её забрать. Поэтому поехал, забрал. И теперь тащусь домой. А в этом году ещё предстоит столько тысяч километров намотать, что вы себе даже не представляете. Мне самому страшно. Россия однозначно страна чудес. Сейчас вот не поверите, потому что я сначала сам в Сочи был. Я видел, как на обочине, просто на трассе между Волгоградом и Саратовом, на обочине мужики на газелье мотор меняют. Просто они, один мотор, видимо, уже вытащили, потому что в газельке мотора уже нет. И ещё один рядышком лежит. Ну, почему бы и нет? Я, конечно, в шоке вообще. Всякое видал. Ну, мотор. Так, у нас тут свежие новости. Чем, блядь, ближе к Уралу, вы извините, тем больше снега. Последние 200 километров вообще снег идёт. Ну, сейчас и закончился. Это я уже к Жекулёвску, блядь, приехал. Покушать заскочил. А, ну, и то он не закончил, ещё идёт. Ну, вот возле Сызрани валил такой снег, что, капец, вообще, ехали 40 километров в час. Ужас. Походу, отмывать будет её тяжело. Ну, ладно, продолжаем. Наше путешествие.